Я когда вижу, что у меня в принципе по названию доклад достаточно здорово перекликается с предыдущим сообщением, но на самом-то деле я когда посмотрел, понял, что тут не все так страшно, потому что у меня все-таки основные аспекты это все-таки такие клинические, практические точки приложения. Ну, мне вообще, если говорить про такие заболевания, как меланома, мне очень нравится термин, который предложил британский исследователь Мел Грифс, мы ведем экзотический стиль жизни. Ну, в частности, посмотрите вообще, вот как раса равномерно представлена по земному шару. В Африке темные люди живут, если взять соседнюю Финляндию, особенно север, удивляешься, насколько белая кожа может быть у людей. А дальше плавный переход, если взять такие страны, как наш Кавказ или Индия, смуглый цвет кожи, даже определенная плавность достигается. Удивительно, казалось бы, вообще расселению человека всего несколько тысяч лет, но даже за эти несколько тысяч лет эволюция успела адаптировать оттенки кожи к тому уровню солнечной инсоляции, который присутствует в регионе. Что случилось буквально последние 200-300 лет? Белые люди стали появляться в жарких регионах, ну, в частности, Австралия. А после Второй мировой войны появилась пассажирская авиация, когда люди могут себе позволить, представители среднего класса во многих странах могут себе позволить улететь на курорт и за 5-6 дней приобрести бронзовый оттенок кожи. Загар популярен. Как следствие, появилась, в общем-то, возможность для представителей белой расы подвергаться интенсивному солнечному облучению. Эволюционно к этому кожа не готова. И меланома как заболевание, меланома кожи, это типичный продукт цивилизации. Это типичный пример, когда люди ведут себя не так, как им уготована эволюция. Другая особенность – иммунодефицитов стало побольше. Больше людей доживает до пожилого возраста. Практически все пожилые люди в той или иной степени имеют иммунодефицит. С иммунодефицитами научились бороться. Раньше такие люди просто погибали от инфекции, а сейчас антибиотики, и они живут. Все эти факторы приводят к тому, что в развитых странах заболеваемость меланомы действительно растет. Это не следствие регистрации, это потому что на то есть биологические причины. Главный фактор индукции меланомы – это ультрафиолет. Целый ряд механизмов действия, как ни странно, у такого простого воздействия. Ультрафиолет в первую очередь – это прямое воздействие на ДНК. Вызывает повреждение ДНК, а следовательно мутации. Но, если мы загорели на солнце, сгорели, возникает краснота, воспаление. А что такое воспаление? Воспаление – это прекрасная почва для роста опухолевых клеток. Потому что воспалительные молекулы и факторы роста зачастую – это одно и то же. Вот и получается, что на почве воспаления опухолевые клетки получают преимущество. И, наконец, иммунодефицит. Ну, в частности, псориаз – самое частое кожное заболевание. Лечится ультрафиолетом. Почему? Псориаз – это инфильтрация лимфоцитов. А что делает ультрафиолет? Вызывает апоптоз лимфоцитов. Устраняет избыточный лимфоцитарный клон. Таким образом, у ультрафиолета есть прямое иммуномодулирующее, иммуносупрессивное воздействие. На самом-то деле, если вдаваться в теорию вопроса, то ультрафиолет – это ведь только компонент электромагнитных лучей. И тут с ужасом надо вспомнить то, что мы в старших классах проходили по физике, и где многие из нас уверенно ориентировались. Это представление о волнах. Если какая-то физическая величина подвержена регулярным колебаниям, это называют волнами. И посмотрите, вообще это спектр электромагнитного излучения. Абсолютно привычные нам названия. Рентгеновское излучение, инфракрасный спектр – это означает тепло. Вот у нас ультрафиолет, вот у нас радиочастоты. Видимый свет составляет только небольшую фракцию вот этого диапазона видимых электромагнитных волн. А есть ультрафиолет. Ультрафиолет – это тот свет, который глаз человеческий не видит, но при этом именно эти лучи и вызывают канцерогенез кожи. На самом-то деле, если есть в дебре фундаментальные на кой физике, то на самом-то деле даже у ультрафиолета есть разные волны. И в частности, самый опасный ультрафиолет, он не проникает, он задерживается атмосферой. Это короткие волны. Так или иначе, ультрафиолет спектра B, небольшая часть его попадает к нам на Землю, доходит до людей и вызывает очень характерные мутации, которые называются сшивками. Посмотрите, вот эти нуклеотиды, они расположены рядом. Ковалентных связей не должно быть между этими нуклеотидами. А вот если эта шивка появилась, это типичное воздействие ультрафиолета, возникает аномальная структура ДНК и как следствие мутации. Другая часть ультрафиолета вызывает просто само по себе воспаление, свободные радикалы и так далее, и так далее. Это тоже мутагенная нагрузка. Именно поэтому меланомы кожи содержат значительно больше мутаций, чем любые другие опухоли. Это типичный пример канцерогенного воздействия, когда есть источник возникновения мутаций, и именно поэтому таким образом возникает рак кожи. Немножко уже говорилось про меланокартин, это один из рецепторов кожи. Но вообще, почему люди имеют разный цвет кожи? Это унаследованный признак, это врожденные варианты, которые эволюция отбирает методом отбора. Ну, на самом-то деле, конечно, регуляция цвета кожи – это достаточно сложный процесс, но один из наиболее изученных компонентов – это полиморфизм, врожденные варианты рецептора меланокартина. Что получается? Мы говорим меланин – пигмент кожи, но он у представителей разных рас немножко разный. Если брать активный пигмент, он называется эомеланин. Он вырабатывается меланоцитами, проникает в соседние кератиноциты. Этот пигмент является хромофором. Он адсорбирует на себя все продукты ультрафиолетовых лучей, все мутагены. У представителей белой расы им надо поглощать ультрафиолет, чтобы вырабатывать витамин D, иначе будут нарушения костной системы, иначе будут другие нарушения. У них неактивный вариант меланина – феомеланин, и за счет этого кожа становится светлее. Иммуногенность меланомы. В мире задокументировано примерно несколько сотен случаев самопроизвольного регрессонного образования. Это отдельная область, которая онкологиями изучается как наиболее интересная, как наиболее спорная часть современной медицины. Львиная доля самопроизвольных регрессов приходится именно на меланому, потому что меланома за счет большого количества мутаций, за счет особенностей мутагенеза, она действительно более иммуногенна, чем другие опухоли. Есть другие удивительные наблюдения. В западных странах значительно чаще делают пересадки органов, чем у нас, и поэтому опыт этих пересадок, в общем-то, больше, чем у нас в стране. Что бывает, и таких случаев отмечены десятки случаев. Вдруг ни с того ни с сего у рецепиента, которому пересадили орган, возникает меланома. Если провести генетический анализ, то выясняется, что меланома, она не собственная, она донорская. У человека, который послужил донором, у него циркулировали клетки меланомы. Иногда это опухоль, которая диагностировалась десятки лет назад. Иногда это вообще отсутствие каких-либо видимых признаков на образование. Но непосредственно у донора эта опухоль полностью контролировалась, не было признаков злокачественного заболевания. А у рецепиента, когда при пересадке органов проводится иммуносупрессия, возникают признаки опухолевого роста. Именно при этом любая меланома, даже если она была десятки лет назад, это абсолютное противопоказание для того, чтобы использовать донорские органы. Считается, что это колоссальный риск. Так или иначе, именно иммунотерапия стала первым успешным подходом лечения меланомы. Посмотрите, это клиническое испытание. В данном случае речь идет о высокодозном интерлекине. Та терапия, которую очень тяжело проводить, она в Европе не зарегистрирована, потому что это опасный вид лечения. Он требует палаты интенсивной терапии. Но так или иначе, что удивительно, не сами проценты ответа как таковые, а то, что те люди, у которых наблюдался регресс, их немного. У многих из подобных людей регресс наблюдается на протяжении многих месяцев и даже лет. Это те люди, которых условно можно считать излеченными от метастатического заболевания. Само по себе редкое явление. Именно поэтому применение различных иммуномодуляторов, тех препаратов, которые модулируют, активируют противоопухолевую реакцию, является одним из самых интересных, самых перспективных направлений терапии меланомы. Как действуют иммуномодуляторы? Опухолевые клетки для того, чтобы сформировать видимую опухоль, мало самопроизвольно делиться, мало иметь способность к метастазированию, ангиогенезу и все другие свойства опухолевого роста. Оказывается, опухолевая клетка для того, чтобы сформировать опухолевый очаг, продуцирует локальные иммуносупрессоры. Что получается? Системного нарушения иммунитета у онкологических больных, как правило, нет. А вот локально, рядом с опухолью, опухоль выделяет вещества, которые обеспечивают локальную иммуносупрессию. И посмотрите, это редкий случай, когда клиническое испытание опубликовано в абсолютно фундаментальном журнале. Nature – самый главный журнал для фундаментальной науки. Именно здесь результаты клинических исследований меланомы. Посмотрите, какая характерная картинка. Вот у нас меланома, а вот у нас окружающая ткань. Нет лимфоцитов в меланоме. Почему нет? Потому что клетки меланомы выделяют субстанцию, вот она, которая препятствует появлению лимфоцитов. Назначается специфический ингибитор. Те препараты, которые уже сейчас относительно доступны и в рамках клинических испытаний, и в рутинной практике. Посмотрите, вот лимфоциты были только за пределами меланомы, а вот они инфильтрируют непосредственно опухолевую ткань. И именно с этим связан регресс заболевания. Если говорить о стандартах лечения меланомы, то сложно себе представить, но до последнего момента это был только докарбазин. И это как раз пример, когда все специалисты всех других специальностей с недоумением смотрят на такую специальность, которая называется медицинская онкология за границей, а у нас это называется терапевтическая онкология. Представляете, единственный зарегистрированный препарат, который назначается для лечения больных меланомой. Судя по регистрационным документам, я точно не помню, я думаю, многие меня могут поправить, он вызывал, по-моему, на основе регистрационных испытаний регрессы в 17% случаев, если я не ошибаюсь. Но вот первое рандомизированное испытание, в данном случае речь идет о рандомизированном испытании веморофениба. В качестве контроля испытывалась стандартная терапия, докорбазин, 5% ответов. Представляете, 20 человек получают лечение токсичным препаратом ради того, чтобы объективный ответ наблюдался у одного из 20. У оставшихся 19 эффекта либо нет, либо почти нет, несмотря на все побочные эффекты. Именно поэтому меланома является полигоном для всех инновационных препаратов. Если мы возьмем более управляемые опухоли, рак молочной железы, рак яичника, там нельзя экспериментировать, там довольно большой арсенал стандартной терапии. А при меланоме этически оправданно уже в первую линию применять практически любой препарат, потому что всяко он будет не хуже стандарта, не хуже докорбазина. И тут в основу приходят знания о мутациях. На самом-то деле каскад, который регулирует деление клетки, он более или менее одинаковый для всех клеток. Просто названия меняются. Рецепторы разные, ну и немножко другие белки, которые передают сигнал делению. В данном случае, если мы говорим про меланому, то роль рецептора, который реагирует на сигналы деления, выполняет рецепторная тирозинкиназа, которая называется КИТ, а дальше промежуточные белки, если в случае толстой кишки, это скорее здесь бы стоял ген Кэйрас, а в случае меланомы Н-рас. Далее идет ген Бераф и так далее, и так далее. Что интересно, в каждом из этих компонентов обнаружены активирующие мутации. Но, оказывается, разные меланомы отличаются друг от друга. Если брать самую типичную меланому для белых людей, связанную с пренебрежением к себе и с неорганизованностью, это те меланомы, которые образуются на участках кожи, которые в норме никогда не подвергаются воздействию ультрафиолетового. Молодой человек поехал загорать на курорт, в результате очень много меланом за счет такого избыточного загорания, за счет ожога, возникают именно на спине. В норме спина закрыта от облучения. Вот именно для таких меланом характерны мутации в генах Бераф и Н-рас. Подавляющее большинство опухолей имеет подобную мутацию. Есть другие участки кожи, но в частности лицо, которое так или иначе привыкло к солнечному облучению, там немножко другой спектр мутаций. Там редко бывают точковые мутации, но бывают амплификации геноциклинов и так далее и тому подобное. Просто другой патогенез. Меланома слизистых. Это по сути дела висцеральная опухоль по своему патогенезу. И там совсем другой механизм. Там характерны мутации в гене КИД. Ну, в частности, я с удовольствием показываю этот слайд, потому что это наша работа, которая несколько лет назад была опубликована. Слизистая меланома – редчайшая опухоль. У нас в институте примерно один случай в год. За полвека, используя архив, нам удалось собрать 55 случаев слизистой меланомы. Из них в 48, несмотря на преклонный возраст блоков, получился тест на КИД-мутацию. И да, мы показываем, каждая шестая опухоль имеет активирующую мутацию в гене КИД. А это означает, что каждая шестая опухоль, в принципе, может быть чувствительна к препарату, который стал, согласитесь, относительно доступным – ГЛИВЕК. ГЛИВЕК все-таки из таргетных препаратов – это один из наиболее доступных, потому что он выпускается достаточно давно. И вот, посмотрите, это уже не наше испытание, это испытание опубликованное. В данном случае речь идет о применении ГЛИВЕКа именно к больным со слизистой меланомой. И именно там, где обнаружена мутация в гене КИД, наблюдается все-таки неплохой клинический эффект. Самое известное событие в отношении меланомы – это обнаружение мутации в гене БИРАФ. Что существенно? Мутации открыли в 2002 году в результате сознательной программы поиска мутаций при различных видах раков. Именно БИРАФ является первым примером мутированного онкобелка, для которого сознательно осуществлялся поиск специфического ингибитора. Если мы возьмем другие примеры, ну, например, ИРЭСа, Торцева, эти препараты к мутированному белку, к ГФР, появились раньше в ЕМУРАФИНИБА, ДАБРАФИНИБА, Но сначала появился препарат, а потом случайно открыли, что мутация является синсетизирующим событием. А вот здесь как раз, в частности, открытие Зельбарафа – это абсолютно сознательная цепочка событий. Сначала изучали меланому, открыли самое частое событие – мутация в гене БИРАФ, сознательный поиск препарата, и появился специфический ингибитор. Но и здесь не обходится без казусов. На самом-то деле, в 2002 году, когда открывались эти мутации, не так давно, согласитесь, все-таки единственным надежным методом анализа ДНК было секвенирование. Никаких эффективных методов прескрининга мутации, ну, я не могу сказать никаких, но таких эффективных методов прескрининга мутации, в общем-то, не было. И поэтому исходили из того, что надо ориентироваться на самые частые мутации. На самом-то деле, сейчас, когда все-таки значительно упростились методы генетического анализа за прошедшие 10-15 лет, все больше внимания уделяется тому факту, что когда мы говорим про мутацию в гене БИРАФ, то только 80% мутаций – это классические мутации В600Е. А есть еще и остальные мутации, которые тоже встречаются с достаточно большим процентом случаев. Их в свое время пришлось игнорировать, и тут даже не обошлось без казуса. Если взять регистрационные испытания Зильбарафа, то в основе использовался тест-компаньон, тест на мутацию БИРАФ, который выявлял только частые мутации, потому что в то время считалось, что вот этими минорными мутациями можно пренебречь. На самом-то деле это сейчас создает отдельную проблему, потому что если мы говорим об ингибиторах, то их активность в отношении канонической мутации В600Е абсолютно очевидна. Что касается более редких мутаций, то там наблюдений все-таки меньше, да и эффект, судя по всему, тоже меньше. Идея подобной терапии достаточно простая. Все ингибиторы КИНАЗ, они так или иначе представляют из себя аналога АТФ. В норме у нас АТФ является донором фосфора, и за счет него рецептор или другая КИНАЗа фосфорилируют белки. Практически все ингибиторы КИНАЗ это аналоги АТФ, которые не дают работать КИНАЗе, не дают фосфорилировать Мишени. Так или иначе, безусловно, появление ингибитора в отношении мутированного БИРАФ это триумф такой сознательной науки. Первым появился ВЕМУРАФИНИП, следом очень похожий препарат ДАБРАФИНИП, и здесь картинки, к которым специалисты по меланомии уже привыкли. И проценты ответов очень впечатляют, и влияние на продолжительность жизни пациентов тоже является несомненным. Что существенное? Абсолютно категорически нельзя применять ингибиторы БИРАФ у больных, где нет знаний о статусе гена БИРАФ. Почему? Ну, казалось бы, назначили препарат, ну не будет толку и не будет, так если иметь неограниченные ресурсы. Нет, дело на самом-то деле хуже. Дело в том, что препарат создавался как ингибитор мутированного БИРАФ, и когда проводились клинические испытания, то именно у Зельбарафа нашли абсолютно необычный, краткосрочный побочный эффект. На протяжении приема препаратов, это всего несколько месяцев, маленький промежуток, возникают опухоли кожи. Таким образом препарат, обладая несомненной эффективностью по отношению к меланоме, индуцирует образование других опухолей. Почему? Препарат обладает неожиданным эффектом. Он активирует нормальный белок БИРАФ, подавляя при этом мутированный. И именно поэтому, если применяется подобный препарат для опухоли с неизвестным статусом, если там нормальный статус белка БИРАФ, то можно ожидать не просто отсутствия эффекта, а ускорения роста опухоли. Это результаты всероссийской программы по молекулярной эпидемиологии меланомы, которая сделана благодаря поддержке производителя Зельбарафа, фирмы РОЖ. И тут два интересных вывода. Первое. У нас больше частота мутаций, чем в опубликованных исследованиях. Почему больше? Я это связываю с тем, что у нас учитывались минорные мутации. Когда мы планировали исследование, мы знали, что мало проанализировать самую главную мутацию В600Е, то схема тестирования, которая у нас была, она просто покрывала все мутации, которые есть. И второе интересное наблюдение. Посмотрите, у молодых пациентов, классический пациент с меланомой, это молодой и не очень занятый человек, который содержит какое-то свое дело, и у него есть время 6-7 раз в году ездить, загорать на какие-то экзотические курорты. Именно у нас большое количество необычно молодых случаев меланомы. У молодых людей частота мутаций в генах БИРАФ, в гене БИРАФ, она находится в районе 80%. Более того, я даже читал работу, что когда пациент очень молодого возраста, то, в общем-то, можно быть почти уверенным, что там будет мутация БИРАФ. На самом-то деле, именно знание об активирующих мутациях породило целый ряд других идей. Ну, в частности, посмотрите, одно из частых событий при меланоме, это активирующее событие здесь, мутация БИРАФ. А что происходит дальше? Активируется кеназа РАФ, и дальше у нас тоже активируются следующие молекулы, которые находятся в каскаде пролиферации. Какой из этого вывод? Если у нас мутация произошла здесь, то следующая молекула тоже будет активирована. Это тоже специфическое событие для опухолей. А значит, можно попробовать применять ингибитор не здесь, а здесь. И вот, посмотрите, это пример. В данном случае мутация в гене БИРАФ, а ингибитор следующий кеназа МЕК, который активирован в результате мутации. Ой, что-то я увлекся. Вот. И вот, посмотрите, тоже эффект, который, в общем, сопоставим с действием биморофениба. Более того, сразу возникают идеи о комбинациях препаратов. И вот уже следующая эпоха. В данном случае у нас мутация в гене РАФ, а происходит комбинированное применение ингибиторов РАФ и МЕК. И посмотрите, действительно, ингибиторы более эффективны, чем монотерапия. Примерно 50-60% меланом – это мутации в гене РАФ, а еще примерно 15% меланом – это мутации в гене ЭРАС. В данном случае буква для меланомы – это НРАС. Если мы возьмем рак толстой кишки, там чаще бывают мутации в гене КРАС. Но принцип лечения подобных опухолей, он такой же. Если у нас активирован РАС, то дальше идет каскад активации все тех же киназ, а значит, применение ингибиторов здесь будет столь же эффективно, вне зависимости от того, где произошло активирующее событие. И вот вам еще одно испытание. В данном случае применяется ингибитор МЕК для тех опухолей, у которых мутирован уже НРАС, тоже, в общем-то, положительный эффект. Самое главное событие последних 5-7 лет – это появление так называемого секвенирования нового поколения. Мне всегда проще употреблять термин полногеномное секвенирование, потому что сразу понятно, о чем идет речь. Самое главное – можно взять любую опухоль и полностью изучить спектр мутации. Это может помочь конкретному пациенту, потому что, зная, какие там могут быть мутации, которым есть препараты, можно подобрать лечение. Это, конечно, важно с точки зрения фундаментальной науки. Полногеномное секвенирование остается довольно сложной методикой. Оно пока, в общем-то, недоступно для такой рутинной диагностики, но, по крайней мере, оно дает совершенно удивительные выводы для такой исследовательской фундаментальной науки. Ну, в частности, то, что я уже говорил. Две опухоли у нас, у человека, очевидно, связаны с канцерогенами. Это рак легкого курения и меланома ультрафиолет. Там на порядок больше мутации в меланомах, чем во всех других опухолях. А что, если мы возьмем меланому слизистой? Вроде бы она с точки зрения клинициста, ну, более или менее похожа на кожную меланому, согласитесь. Ну, не с точки зрения клинициста, а с точки зрения морфолога, я бы так сказал. А вот по количеству мутаций меланомы слизистых, они напоминают висцеральные опухоли. Они никоим образом не связаны с ультрафиолетом, как и следовало ожидать. И поэтому можно действительно сказать, что это действительно совсем другая группа меланом. Еще одна интересная вывод. Определенный процент меланом, казалось бы, поверхностная опухоль, а первичного очага нет. Откуда взялись меланобласты? Здесь может быть две гипотезы. Первая гипотеза – это то, что источник находится где-то во внутренних органах. Ну, меланома слизистая, допустим, которая метастазирует в кожу. А второй вариант – то, что первичный очаг, либо его не было вообще, теоретически я могу себе такое представить, либо он подвергся самопроизвольному регрессу. И клиницисты хорошо знают, что бывают случаи, когда именно первичный очаг или отдельные очаги меланомы, несмотря на прогрессирование, подвергаются регрессу. И вот что показывает полногеномное секвенирование, что меланомы с невыясненным первичным очагом являются кожными меланомами. То есть первичного очага действительно либо не было, либо он самопроизвольно прогрессировал. Ну и, разумеется, полногеномное секвенирование открывает новые гены, и, возможно, это новые мишени для новых препаратов. Таким образом, действительно, именно в отношении меланомы появление новых знаний о молекулярном патогенезе привело к кардинальным изменениям схем лечения, и будем надеяться, что эти подходы станут более понятными и более доступными. Спасибо за внимание. Продолжение следует...